Барбара Буш, дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, вышла замуж. Частная церемония, на которую были приглашены только члены семьи, прошла 7 октября в фамильном поместье Бушей в штате Мэн. Свадьба была настолько тайной и закрытой, что папарацци о ней узнали только на следующий день. Несколько фотографий были опубликованы таблоидом People. Мужем 36-летней Барбары стал 37-летний писатель и сценарист Крейг Коин. Как звездным родителям и детям в век высоких технологий и смартфонов с камерами удается сохранить тайну и не допустить слива в прессу? Поговорим с моей коллегой Лизой Камин, которая знает все, ну или почти все, о свадьбах знаменитостей. Лиза, вот я вчера, если честно, когда увидела эти фотографии, их всего парочка, то очень удивилась, потому что обычно, когда выходят дети знаменитых политиков, то мы об этом узнаем, во-первых, заранее, даже если сами фигуранты этих мероприятий не хотят. И еще даже не знают, кто они женятся. Может быть, они сами не в курсе, но мы-то уже все знаем, естественно. Потом мы изучаем подробно в режиме прямой трансляции, что происходит на мероприятии, а дальше уже, конечно, подробности мусолятся. Да, но тут, кстати, вот надо отметить, что те фотографии, которые все-таки появились в прессе, да, уже на следующий день, они, в общем-то, были выложены в инстаграме самого Джорджа Буша-младшего. Так в том-то и дело, оттуда они и появились. То есть, если бы семья не захотела, то семье бы удалось спасти себя от внимания журналистов. Вопрос, насколько велик интерес, так сказать, например, к Барбаре Буш, к дочке, к дочери Буша-младшего. Ну, мне кажется, он вполне себе велик. Ну, например, по сравнению с какой-нибудь там поп-звездой, звездой поп-музыки или какой-нибудь, не знаю, актрисы знаменитой, да, наверное, все-таки дочери президентов, ну, не так интересуют прессу и папарацци. Хотя, вот, например... Наш век, Лиза. Ты знаешь, да, тут зависит. На самом деле, вот Челси, когда Клинтон выходила замуж, там просто, как мухи, так сказать, все слетелись на свадьбу. И даже было закрыто воздушное пространство над тем городом, где проходила церемония, для того, чтобы не было никаких сливов в прессу. Вот она, Челси и Клинтон, оберегали. Оберегали как раз. И вообще свадьба была достаточно такой пышной, 5 миллионов примерно потратили. И Клинтон даже пошутила, мама, значит, Челси, Хиллари, да, не состоявшийся президент, она пошутила, что организовать свадьбу дочери было едва ли не сложнее, чем вести ближневосточные переговоры. Ну, в общем... Которую она вела не слишком успешно. Видимо, свадьба удалась ей лучше, да. Да. Судя по всему, платье было куплено за... Ты знаешь, у меня даже есть вот тут цифры, я сейчас даже не вспомню, вот Челси. А, кстати, платье всего 16 тысяч долларов стоило. Всего 16 тысяч долларов? Да, но по сравнению, слушай, по сравнению с Иванкой Трамп, например, это вообще ничего. Так вот, платье стоило 16 тысяч долларов от Веры Вонг. Но Вера Вонг сама была в гостях, поэтому она скидку, видимо, сделала так по дружбе, знаешь. А, но Вера Вонг вряд ли была в гостях у Иванки Трамп. Ну, она же делала ее платье, только за 300 тысяч уже, не за 16. Но сшила та же самая Вера Вонг. Но, правда, там были определенные условия у Иванки, потому что, как мы все знаем, она приняла иудаизм, она сделала гию для того, чтобы выйти замуж за Джареда Кушнера. И, соответственно, к платью были определенные требования, чтобы они хоть как-то, это платье соответствовало религиозным, так сказать, стандартам, да, иудейским. Но, тем не менее, я не вижу, конечно, сильного соответствия, только что хоть как-то прикрыта грудь, плечи и немножко какие-то прозрачные рукава. Да ничего, ничего не видно. Прикрыто примерно все. Ну, по сравнению с теми фотографиями, которые мы видели первыми, вчерашняя свадьба, значит, Барбары Буш, то там практически видно все, даже того, чего и не надо было бы видеть. Особенно если учесть, что невеста 36, хотя это небольшой возраст, но она явно не занимается никаким вот здесь вот на этой фотографии. Очень хорошо видно, что такие бачка уже как-то там, уже слишком все, да. Давай как-то возьмем себя в руки. Хорошо, не будем, конечно, нет, мы никого не осуждаем, мы, конечно, все красивые молодые. Да, прекрасно все выглядят, все красивые молодые, 36 лет это только начало жизни, как мы понимаем. Лиза, а насколько я понимаю, Барбара не единственная дочь Буши. Да, и она не первая выходит замуж. Она не первая выходит замуж, 10 лет назад первая вышла замуж ее сестра Джена Буш. Они, сестры, это двойня, в общем, да, они разнояйцевые без лица, насколько я понимаю, хотя не вдавалась в какие-то такие уже совсем подробности, но они... Но они, конечно, не однояйцевые, посмотрите на нее. Они похожи просто, да, я тоже думаю, что не однояйцевые, поэтому, видимо, как-то удача на стороне оказалась, или неудача, уж не знаю, на стороне Джена, она вышла замуж первой в 2008 году, тоже была очень скромная свадьба, но вот здесь на этой фотографии как раз было видно, что они, церемония проходит на фоне огромного каменного креста, который заказал Джордж Буш-младший на свадьбу дочери в качестве, как бы, вот подарка, то есть сама церемония бракосочетания была у огромного-огромного вот каменного креста. Посмотри. Цифр, в общем, никаких практически нет об этой свадьбе. Дизайнером платья стал Оскар де Лоренто, это, кстати, любимый дизайнер Хиллари Клинтон. Не дешевый, как мы понимаем. Не дешевый тоже, да. А вот, кстати, показали Барбару Буш, это вот мне особенно нравится, ее платье мне очень напомнило, господи, помимо памяти, как же называется? Фарфор. Фарфор-то этот, Веджвуд, да. Да, английский фарфор, компания Веджвуд, очень такой знаменитый, очень тонкая работа, вот платье было очень похоже. В общем, как-то мы так очень хаотично обсуждаем все свадьбы сразу президентских дочерей. Нет, почему? Мы по порядку всех обсудили, обсудили Буши, обсудили Челси Клинтона и Иванку Трамп, но давай тогда про родительскую свадьбу родителей, собственно, Барбары, Лору и Джорджа Буш. Да, вот ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что дочери, они как-то так продолжают традицию очень скромной свадьбы вот своих родителей, да, потому что Лора и Джордж Буш-младший, у них была вообще очень скромная свадьба, на Лоре было очень такое простое платье, чуть ниже колено, светленькое, вот здесь видно, она совсем молодая. Вот, они познакомились на барбекю-вечеринке у своих друзей и очень скоропалительно решили пожениться. Через три месяца уже была объявлена помолвка и практически сразу они поженились. И Джордж Буш очень часто говорил, что это был самый правильный выбор в его жизни, это его жена, которая, как он сам заявлял, помогла ему избавиться от алкогольной зависимости, которой он страдал все годы. Джордж Буш-младший? Да, да, да. Вот, и, в общем, наверное, он был прав, они до сих пор вместе, и все у них хорошо. Будем надеяться, что у дочерей будет такая же счастливая семейная жизнь. Обратим внимание, что у традиционно приемлемых для американской общественности семей долгосрочный брак американской общественности. Американское вообще представление о прекрасном, оно же ведь британское в огромном количестве. И если мы посмотрим на семьи, которые в Америке принято уважать, это те самые Буши, многолетний брак, дети, вот такая скромность нарочит и еще что-то, да, там классическое такое представление прекрасное. И вообще для политической карьеры, как правило, очень важно, сколько у тебя было браков. И, в общем, желательно, конечно, чтобы он был один и продолжался. Например, Джордж Буш-старший, если мы вспомним, вот как раз дедушки, да, Барбары, вот фотография, которую мы сейчас видим на наших экранах, он же тоже ведь был женат на одной единственной женщине, которая недавно совсем скончалась. Это все, в общем, такой показатель консервативного представления о прекрасном. Очень трогательный момент по поводу свадьбы как раз Барбары Буш, которая была, в общем, названа, да, в честь своей умершей бабушки, бабки. И она на свою свадьбу надела браслет, ну, тут, правда, из слоновой кости, да простят меня защитники животных и так далее, браслет из слоновой кости, который Буш-старший подарил Барбаре на 70-летие их свадьбы, незадолго до того, как, в общем, она покинула этот мир. Да, вы помните, как хоронили Барбару Буш, хоронили, мне кажется, всем миром, все Америки, Америка, и там на этих похоронах были все, вот мы от свадеб перешли к похоронам. Нет, не надо, давайте подождите. Мы пришли не об этом поговорить, и на самом деле это одна семья, которая придерживается таких традиционных классических ценностей, и, между прочим, семья Клинтонов, которые демократы точно так же придерживаются традиционных классических ценностей, несмотря на историю, знаменитую историю, конечно же, с овальным кабинетом и интрижкой со своей, как она там называлась, со стажуркой. Да, тем не менее, Билл Клинтон и Хиллари Клинтон все еще вместе, и я так понимаю, что это критически необходимо им для того, чтобы оставаться в политическом таком мейнстриме в Америке, именно поэтому, наверное, там существует некий договор, соглашение, что, хорошо, мы забыли о том эпизоде неприятном и импичменте, и прочих последствиях. Ну а Дональд Трамп, президент действующий, как мы понимаем, человек абсолютно свободных взглядов, что никто не будет осуждать в редакции RTVI, уж поверьте, дорогие телезрители. Которая жена у Трампа сейчас, он третья, пошла? Третья, да, третья. Кстати, у него же еще есть одна дочь Тиффани от второго брака, которую вообще как-то все забыли, и как-то она вообще никак не фигурирует ни в средствах массовой информации в последнее время. Надо про нее что-нибудь разузнать и обсудить обязательно. Давай-ка, Лиза, займись. Да, будь так добра. Вот ее Тиффани, я знаю имя даже. Так, и чем она занимается? Вот это не могу тебе сказать, честно, не скажу, не знаю, надо все про нее разузнать и обсудить как-нибудь. Хорошо, мы найдем время, конечно, для детей Дональда Трампа, забытых и незабытых, любых. Что ж, у нас была Лиза Камен в студии, мы с Лизой Камен обсудили свадьбы, немного о похоронах, уж простите, но это было случайно. Абсолютный экспромт, сейчас у нас короткий перерыв и новости на RTVI.